Всем привет! Сегодня я хочу вам рассказать об вот этом замечательном кассетном магнитофоне. Это легендарная электроника, а точнее электроника 322. Конечно, это не самый классный магнитофон тех времен, но для меня он по-особенному дорог. Купил я его в 7 классе. Этот магнитофон был выпущен в 1980 году и на год покупки стоил 185 рублей. Электроника 322 это монофонический магнитофон, но как и многие вещи, которые попали ко мне в руки, он претерпел некоторые изменения и модификации. Давайте познакомимся поближе с этим устройством. Моноблок, снабженный клавишами и двумя рукоятками и отсеком для кассеты. Также у него есть индикатор и место для микрофона. У данной магнитофонной модели микрофон, к сожалению, не встроенный. Место есть, а микрофона нет. Как раз первая модификация моя и была, точнее, заключалась в том, что я встроил внутренний микрофон в этот магнитофончик. Он был снабжен двумя внешними микрофонами и один из них я использовал для своих опытов. У большинства магнитофонов тех лет первой поломкой была вот эта крышечка. Она выполнена из не очень прочной пластмассы и большинство магнитофонов после недельной эксплуатации лишались ее. Но на самом деле для магнитофона это не критично, так как работает он и без крышки великолепно. Кстати говоря, этот магнитофон работает до сих пор. Но сперва давайте его посмотрим со всех сторон. На боковой панели у нас есть аудиовходы и аудиовыходы. Выход на колоночки, причем в моей версии этот выход стерео, позже объясню почему. Линейный выход, также на три контакта стерео и парочка входов. Высокоомный для радиосети и низкоомный для микрофонов и проигрывателей. С другой стороны у нас есть разъем для сетевого шнура, который комбинированный. Четыре штырька обеспечивают подключение как сети 220 вольт, так и 9 вольт постоянного тока, либо 12. Диапазон напряжения у этого магнитофона таков 9-12 вольт постоянного тока и 127-220 переменного. Давайте включим его. В комплекте с магнитофонами как правило поставлялись кассеты, но по правилам тех времен кассеты, которые продавались в магазинах и шли в комплекте с магнитофонами всегда были защищены от записи. Это делалось для того, чтобы никто не занимался тиражированием кассет, а точнее неким подпольным бизнесом, который был противопоказан в советское время. Конечно же нам хотелось перезаписывать и зарубежные пластинки и записывать радиопередачи, а также музыку с телевизора и я использовал эти кассеты для записи. Дело в том, что производственники, которые записывали кассеты, были людьми ленивыми и не всегда выламывали вот эти язычки. Именно этот язычок не позволяет записывать на кассету, если его выломать, а работает он так. В отделении для кассеты есть вот этот вот язычок, который упирается сюда и либо позволяет, либо не позволяет нажать кнопку запись. Итак, включаем. Индикатор показывает, что сеть 220 подключена. Работает и звучит. Даже тембр регулируется. Я не запускаю больших музыкальных фрагментов. Дело в том, что YouTube почему-то выбрасывает ролики и не позволяет включать оригинальную озвучку, если они содержат авторские материалы, а точнее песни и композиции, звучащие что с кассетных магнитофонов, что по радио. Давайте еще один фрагмент послушаем. Давайте посмотрим, работают ли перемотки. Ну а теперь о той самой модификации, которую я в этот магнитофон внес. Как я уже говорил, я снабдил его стереовыходом. А зачем? Дело в том, что магнитофон то по сути дело был монофонический. Что я сделал? Иногда у меня дома собиралось до трех одинаковых магнитофонов, которые у одноклассников ломались и я по доброте душевной их ремонтировал. Основные поломки это были отколотые крышки, запутавшиеся волоса на вот этих вот приводах ленты. Один раз мне даже попался магнитофон, в котором динамик не звучал и по запаху можно было определить, что в этот динамик просто напросто вылили пол стаканчика вермута, который высох и динамик залип. Ну после чистки магнитофон заиграл, мне сказали спасибо и так я натренировался ремонтировать эти магнитофоны довольно таки сносно и мог бы наверное даже работать в ремонтной мастерской, хотя образование к тому времени у меня еще не было. Так вот, на свалках подобных магнитофонов, всяких романтик или весен встречалось превеликое множество. Разбомбить его не составляло труда и я что сделал? Вот здесь есть магнитная головка. В обычных магнитофонах эта головка рассчитана на одну дорожку. Вот и поначалу что я сделал? Я сюда вмонтировал стереоголовку, а в магнитофон с обратной стороны вот здесь я приделал переключатель. И мои кассеты, а кассеты тогда были в дефиците и стоили довольно дорого, в частности цена 4 рубля 10 копеек, достаточно много для карманных денег. Мои кассеты стали звучать вдвое дольше. Дело в том, что переключая выключатель, я при помощи стереоголовки записывал не две дорожки, как обычно на одну и на другую сторону, а по четыре дорожки. Для меня это было выгодно. О качестве можно было особо не заботиться, потому как магнитофон второго класса частотные характеристики выдает соответствующие. Но для меня это было больше чем достаточно. А потом я подумал, почему бы мне не добавить к этой стереоголовки еще один усилитель. Я разобрал магнитофон и от старого, используя детали старого радиоприемника, собрал еще один усилитель. Выход был не на динамик, а на колонку. И уже тогда, приобретая стереокассеты, записывать стерео я не мог, вот по ряду причин, потому что входы не позволяли, и тут всего лишь один предварительный усилитель. Но зато на выход чужие стереокассеты звучали у меня великолепно. Мало того, я использовал этот магнитофон в комплекте с радиоприемником «Океан», у которого очень мощный и хороший усилитель, прекрасные низкие и высокие частоты с разной регулировкой. Ролик про радиоприемник «Океан» вы уже, наверное, видели. И он у меня служил второй колонкой. Стерео было просто великолепно. Ну вот, собственно говоря, и все. Что еще можно рассказать? Техника работает до сих пор, техника сделана во времена СССР и отмечена знаком качества, и она оправдала себя. А у меня она сохранилась, по-моему, в идеальном порядке. На этом все. Всем пока. Продолжение следует...